История лошки Для примера, традиционная нижегородская лошка, это романовская лошечка, ее до сих пор, хотя сейчас это делается половина станочная работа, половина вручную, форму сохранили до сих пор. До конца 17 века лошка обрабатывалась льняным маслом в России, ну а скорее всего, что было много льна и было много льняного масла, а другие, допустим, буряты обрабатывают лошку косным мозгом, потому что у них было много мяса, костей. Народные ханты-манси обрабатывают рыбьим жиром, казаки обрабатывают бараньим жиром. До конца 17 века лошка не расписывалась. Когда зимой обычно крестьяне были свободны и, по сути, много семей занимались изготовлением лошки. Дети били бакуши, но это не значит, что они отдыхали. Сидел на пеньке, это фориком, делал другую форму. Старший брат вырезал, ну вот, ложки, ложка называется, вот эта часть хлебала, это держала. Старший брат, допустим, делал, держала, а уже хлебала, мастер заканчивал. Лошки, ну вообще, как бы традиционно считается символом достатка в доме. Ну, делали, это чем вот, удобная ложка. Допустим, в поле едешь, за голенище раз, на этот. Цыган заходит, допустим, в дом кому-то и говорит, хлеб да соль. А ему, говорит, посадили бы за стол, да лишней ложки нет. А он из-за голенища застает, говорит, а у меня своя. Вот. И самое интересное, что вот когда мы не просто ложечки стали делать, а именно как реконструкция, то есть обработка натуральными материалами. Льняное масло, это единственное из растительных масел, которое полностью высыхает. И, ну, есть свои секреты. То есть, то, что вот в интернете, если почитать, это, если масло раз скипятительное, это уже будет канцерогены. То есть, три раза скипятил, уже будет олифа натуральная, но олифа. Поэтому опытным путем, вот мы три года, как убрать каротин, чтобы запаха не было рыбьего жила. То есть, это самое, ну, как бы, все это можно сделать только опытным путем. Но для того, чтобы обрабатывать, допустим, рыбьим жилом, там, в костном, варить в костном мозге, самое главное, высушить дерево, правильно, то есть минимум 6 лет, естественно, сушить. Это минимум. Всем дольше дерево сохнет, оно ухлотняется, именно уменьшаются поры. Ну, отдача пошла только через 15 лет, когда сузрел материал. То есть, мы вот сейчас работаем на том материале, который 8, 6, 8, 10 и так далее лет. У меня есть заготовочки, вот одна где-то, я посчитал, вот 38 лет, ступка, да? Ну, в ней уже можно расположить все, что угодно. То есть, это жизненная гарантия. Ну, вот.